Проснуться в пять утра, занять очередь у дверей поликлиники, дождаться семи часов и только потом попасть к заветному окну регистратуры. Традиционная система записи на прием к врачам отнимает не только драгоценное время, но и нервы. А получив долгожданный талончик на прием, возможно, придется отсидеть еще одну очередь, только уже у кабинета врача. У учредей есть две проблемы. Первая проблема связана с недостаточной доступностью врачебной помощи. Ну, поскольку сейчас у нас бывают ситуации, когда, допустим, на 14 врачебных участках работает 6-7 участковых терапевтов. Понятно, что они принимают всех, но время на это затрачивают существенно больше. Оптимизировать процесс записи на прием к врачам поликлиник пытаются несколькими способами. Через специальный портал пациента. Войти в него можно со своего компьютера или смартфона, а также с помощью специального терминала, установленного в холле поликлиники. Еще один способ – запись по телефону. Мы делали запись на прием к врачу специалистами один раз в неделю. Ну, так это было удобнее для специалистов, так было удобнее для медицинских работников. Сейчас ситуация как бы меняется. Мы каждый день обновляем запись на неделю вперед. Но тоже существует определенная очередь ожидания пациентов. Мы их записываем в журнал ожидания. Вот сейчас мы проводим очередную ревизию наших журналов ожидания. Все эти меры призваны исключить одно – ненужные очереди возле окна регистратуры. В колл-центре поликлиники параллельно работает сразу несколько телефонных аппаратов. Звонки раздаются каждую минуту. Но если пациенту и удастся занять место в графике приема по телефону, очередь перед кабинетом дистанционно занять не получится. Никак не запишетесь. Трудно записаться. Очень плохо. К кардиологу у меня сердце больное не запишетесь. Вот к щитовидному не запишетесь. Пациенты, желающие получить помощь врача-травматолога, иногда сидят у кабинета по несколько часов. Очередь к этому специалисту состоит из тех, кто пришел по талону, и тех, кто получил травму и нуждается в срочной консультации. Здесь вот пока я не смогу обещать, что мы какие-то действенные меры предпримем. Что касается врачей, которые ведущие планы в приеме, то есть мы будем пытаться до конца года это реализовать, чтобы пациент, получивший талон на время, был принят в рамках плюс-минус 10 минут. Решить проблему очередей к травматологу может создание в Сарове травмпункта. Но на это требуются немалые средства. Эти и другие проблемы саровской медицины обсудят 20 сентября в ходе рабочего визита в наш город министра здравоохранения региона Антона Шаколунова. Подробнее о встрече расскажем в ближайших выпусках новостей на канале 16. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.